Добрый день, дорогие телезрители! В эфире солнечная передача Куншуах. Сегодня у нас 8 сентября, пятница. Не устаю всем желать прекрасного дня и хорошего настроения. Впереди вас ожидает встреча с гостями и море музыки. Не переключайтесь. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добрый день, дорогие телезрители Дорогие жители города Уральск От всего сердца поздравляю вас с этим прекрасным праздником Днем города Желаю вам счастья, радости, благополучия и мирного неба над головой Спасибо А вообще, Марата, что для вас значит этот день? Как вас сами относятся к этому празднику? Какое место уделяете в своем творчестве нашему родному городу? Что у вас есть одна из ваших песен написанная в честь Дня города которую вы исполните чуть позже Да Ну, наверное, начну с того, что сама по себе осень именно золотая осень это моя любимая пора У людей бывают же любимые времена года Вот у меня именно вот эта пора самая любимая И этот день ассоциируется во мне как праздник музыки столько много разных мероприятий столько разных концертных выступлений в которых мы выступаем и вот как только что сказали, что вообще у каждого композитора коим я являюсь есть обязательно в творчестве в копилке песня о своей родной земле о своем родном городе вот у меня также есть песня которая называется Энкала оралом ну, два названия Энкала написан лет десять, наверное, назад слова написал наш известный поэт Ирик Али Ахметов мой близкий друг вот и вот в этом году для меня юбилейный в конце года у меня юбилей большой я тоже готовлюсь к этому празднику мероприятию вот и в этом творческом вечере прозвучит еще одна моя новая песня которую я также посвятил нашему прекрасному городу Спасибо Аружан, скажите, пожалуйста когда вы все-таки поняли, что музыка это ваше призвание как у вас зародилась любовь к музыке мы знаем, что вы являетесь, как я уже до этого говорила лауреатом республиканских международных конкурсов участвовали в различных проектах республиканского уровня где тоже занимали призовые места то есть хотелось бы чтобы вы тоже рассказали с чего все начиналось это очень долгая история на самом деле но я пою с раннего детства вообще в творчестве с раннего детства в пять лет меня мама отвела в ансамбль образцовый ансамбль танца я там танцевала и мой хореограф заметил мои способности к пению и поставил меня столисткой ансамбля и с тех пор я вот стала выходить на большие сцены нашего города выступать и думаю что вот примерно в этом возрасте я уже поняла что я на сцене чувствую себя комфортно получаю удовольствие получаю очень яркие эмоции и вот до сих пор хоть это было очень давно я как вчера помню эти свои дни на сцене с детства и вот примерно в это время наверное я и поняла что я хочу продолжать это дело и уже более в осознанном возрасте когда начала этим серьезно заниматься я уже тогда уже понимала что сцена это ваше это я это твое это мое это мой второй дом и место где я нахожу покой наверное умиротворение умиротворение да то есть обо всем забываешь на сцене то есть это наверное не передать словами да это словами не передать так и есть Аржана но вот в твоем окружении есть люди которые которых ты могла бы назвать своими духовными учителями наставниками вдохновителями чье мнение для тебя особо значимо и ценно но вот сегодня раз мы пригласили тебя вот с Маратом Сарбупеевым известным певцом с нашей гордостью наверное все таки этот человек тоже для тебя очень многое значит в плане наставничества да однозначно есть тоже на кого равняться брать пример да Марат Ага мой наставник мой учитель человек который даст всегда правильный совет я так считаю я всегда могу с ним поговорить с ним посоветоваться по поводу выступления также просто получить какой-нибудь совет в принципе вот когда мне нужна какая-то помощь я всегда могу на него надеяться и знаю что он всегда мне поможет в плане творчества мы с Марат Ага всегда готовимся конкурсом все конкурсы да мы готовимся он помогает мне с репертуаром помогает в плане мы песни вот песня это как целая целая работа одна песня это целая работа то есть ты вот выбираешь сначала выбираешь песню потом ты слушаешь потом ты ее учишь и потом уже по полочкам разбираешь каждую нюансы разбираем каждый там вдох выдох мелизм не мелизм все это разбирать это целая большая работа за что я очень благодарна Марата Ага всегда помогает всегда поддерживает это очень ценно для меня да и конечно же моя самая наверное главная поддержка это моя мама мама всегда рядом мама всегда поддержит мама за любой кипиш как сейчас вот говорят да она и с образами помогает вообще во всем помогает даже вот я недавно ездила на конкурс про который мы сейчас будем говорить она приехала в Алмату ко мне да вот я сначала была там сама а потом когда уже конкурс приближался она из Уральска в Алмату приехала чтобы поддержать чтобы помогать и всегда была рядом за что я ей очень благодарна конечно поддержка родных и близких очень важна Марат но у вас конечно много таких талантливых одаренных учеников это наверное для любого учителя наставника большая гордость когда ваши ученики в чем-то могут даже и превзойти вас это так ну это наверное самая главная цель для любого учителя чтобы его последователь его ученик превзошел его это я думаю что каждый со мной с этим будет согласен да у меня много учеников много тех талантливых наших именно талантливых ребят которых я возил вожу на различные конкурсы будь то республиканского масштаба либо международного масштаба вот я всегда ими горжусь вот Ружан является одной из таких ярких личностей среди моих учеников да во-первых у нее есть своя харизма потом у нее есть все данные для нынешней эстрады то есть рост ну и все что к этому прилагается в современной эстраде это играет на сегодняшний день немаловажную роль вот поэтому каждому конкурсу мы готовимся особенно прежде всего смотрим положение конкурса у каждого конкурса есть свои правила свое положение вот допустим Жасханат сейчас мы будем говорить об этом конкурсе я наверное потихоньку уже начну об этом конкурсе мы готовились тщательно к этому конкурсу всем известно что был небольшой перерыв где-то года 3-4 когда он не проводился вообще поскольку поскольку была пандемия потом ушли из жизни авторы этого этих проектов как Жасханат Азидаусы это Мурат Ашгалевич Иргалиев Александр Сергеевич Пономаров это два незаменимых человека которые это их детище можно так сказать они к сожалению ушли из жизни во время пандемии и вот произошел такой вот небольшой перерыв и чтобы их дело не осталось как бы в забытие решили вот продолжить этот конкурс как Жасханат так и Азидаусы последователи это такие певцы как Мидео Арамбаев Ирина Ковыряк это один из продюсеров этих конкурсов и вот они взялись за это дело и вот в этом году после большого перерыва они провели этот конкурс и он скажем так был не хуже даже где-то может быть и лучше предыдущих конкурсов поскольку поскольку там были введены новые правила такие как если допустим раньше было всего два конкурсных дня а в этом году он проводился три конкурсных дня то есть исполняли три песни одну из которых они исполняли под эстрадно-симфонический оркестр одну песню исполняли под живой бенд и первую песню исполняли под минусовку с первого же выступления Аружан стал лидером вот их разделили на три подгруппы и в своей подгруппе она уже в первый день заняла первое место вот очень было яркое выступление и по решению жюри в третьем конкурсных дней она получила приз заслуженной победы Аружан какие впечатления оставила за собой конкурс что значит для тебя участие в таком масштабном конкурсе как жаз ханат довольна ли ты конечно же своими результатами это один из самых ярких конкурсов наверное в моей жизни очень хорошая организация была хорошая была подготовка то есть мы конкурс сам был с 1 по 3 июня три конкурсных дня но мы поехали туда 20 мая поехали и в течение двух недель мы репетировали вот как сказал Марат Ага мы пели по этой стране симфонический оркестр под руководством Белякова было сложно то есть нужно было полностью вникнуться нужно было полностью как бы сказать полностью вложить все свои силы чтобы спеть под оркестр ведь это большой оркестр это оркестр под который поют все звезды нашей эстрады то есть проходил еще в республике Сарая хотелось бы отметить городе Алматы главная сцена нашей страны было очень волнительно репетиции проходили очень весело потому что все ребята мы на одной волне были мы поддерживали друг друга честно не очень то я ощущал дух соперничества не чувствовался конечно это же конкурс конкурс есть конкурс дух соперничества будет но Но мы все друг друга поддерживали и никак даже не обижались друг на друга после конкурса. Мы до сих пор общаемся, до сих пор поддерживаем связь, конечно. Все ребята очень талантливые, уровень был высочайший, я бы сказала. Это очень круто, на самом деле, когда есть люди сильнее тебя, у которых есть какие-то фишки в пении, то есть ты можешь у них поучиться, они могут у тебя поучиться. Это очень круто, потому что уровень конкурса очень высокий. И вот третий тур мы пели под бэнд, тоже это живая музыка. То есть у нас были, знаете, большая сцена, тебя еще спрашивают, нужны тебе эйры, энэйры. Я так говорю, а что это? У нас в Уральске это не особо внедрено, поэтому, наверное, это наушники. То есть мы как настоящие артисты прям нас сопровождали, вот как мы должны выйти, как мы должны все полностью нас сопровождали, и это очень классно. И вот я получила большое... Эмоции зашкаливали, от уровня зашкаливали эмоции. Я вот даже до конца не могла понять, что я выступаю в Республике Сарая на такой большой сцене перед многочисленными зрителями, перед профессионалами своего дела. Там жюри были Медео Арымбаев, Алибек Нишев, Ринат Кайсен, Арманжан Байтасов. Это как продюсер этого конкурса. То есть люди, которые являются профессионалами в своем деле, перед ними показывать свое творчество, свой талант, это, конечно, очень волнительно. Это большая честь еще, к тому же. Мы поздравляем тебя, Арманжан, с таким успехом большим. И знаем, что ты сегодня подготовила нам свои музыкальные номера для наших любимых телезрителей. Какую песню ты сейчас исполнишь? Сейчас я исполню песню Ольги Кормухиной «Путь». Очень красивая песня. Я ее исполняла на втором туре по этой симфонической оркестре. На втором туре исполняла. С удовольствием послушаем. Микрофон можно? Вот здесь. Одинокая звезда День прожить, чтобы опять Ночью просто не уснуть. Больше нечего терять, вдруг поняв простую суть. Ты тянешь штуки в небесах. Ты вдруг услышишь голоса. Потерпи еще чуть-чуть, мы тебе укажем путь. Потерпи еще чуть-чуть, мы тебе укажем путь. Терпи еще чуть-чуть, мы тебе укажем путь. А дорога не длинна, хоть и тяжело идти. Над тобой глубина, ярким светом впереди превращается в полет. Что так легок и лучист, глубина не прихорвет. Ты тянешь штуки в небесах. Ты тянешь штука в небесах. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, конечно Вообще вот она только что рассказывала про конкурсы, что с каждым конкурсом становишься все... Ну набираешь какой-то определенный багаж... И вот про наушники она только что рассказывала... Я тоже вспомнил 98-й год... Вообще вот Жасханат... Много конкурсов вообще у нас в Казахстане, но Жасханат он особенный... Во-первых, он самый по долгожительности, самый он такой вот... Историю такую обширную имеет... И вот в 98-м году я приехал тоже в Алма-Ату, в Дворец Республики... И тогда вот первый раз вышли... Мини-диски были такие вот... Формат такой... Записи... А у нас в Уральске таких вообще не было... Мы даже не слышали об этом... Если честно... Когда туда приехали... Мы обычно вот... Кассеты хромовые такие... С хромовой лентой... Вот... Бобины вот тогда были... Вот... И тогда вот первый раз вышли, что такое мини-диск... Такие музыкальные термины, как саунд-чек... Сейшн... Вот... Поэтому, скажем, из конкурса в конкурс... Набираешь какой-то багаж... Растешь... Вот... И вот Жасханат, вот видите сами... Вот... Она выросла... До этого она сколько участвовала... А это как-то определенная ступень... К педесталу... Нужно каждый день работать над собой... И не останавливаться на достигнутом... Самое главное... Я всем своим ученикам всегда говорю... От одного конкурса к другому... И развиваться... Вот... И... Достичь той самой звезды... Вот... Ну а в дальнейшем... Каких еще творческих сюрпризов можно ожидать от тебя, Оружен? Какие у тебя планы на будущее? Ты достигла всего того, чего хотелось? Или есть все-таки тобой еще непокоренные вершины? Думаю, конечно же, есть непокоренные вершины... Будет еще много новостей... Надеюсь, да... Так что ждите, следите за мной в инстаграме... Подписывайтесь на мой канал... Оруженбис... На самом деле, да... Конечно... Все конкурсы, через которые я прошла... С каждым конкурсом я росла... Изучала что-то новое... Уровень каждого конкурса... Каждым разом повышался... Так как мы все время не участвуем в городских конкурсах... Допустим, начинаем с городских... Потом уже областные... Потом республиканские... Потом международные... Там крупные проекты... То есть мы хотим... С каждым разом участвовать в более крутых проектах... Вот... И надеюсь, что... И... У меня это будет... Что и я смогу участвовать в таких проектах... И показать себя... Вот... Такие конкурсы... Я хочу, чтобы было больше таких конкурсов, как Жасханат... И... Конечно же, участвовать в них... И всем бы советовала участвовать... Кто у нас... Артисты у нас... Много же артистов, да? Участвовать, пытаться... Многие вот говорят... Ой, я что-то не пройду... А надо просто постараться... Надо просто поверить в себя... Просто подавать заявку... Я сама не ожидала, честно говоря... Я подала заявку... Записала песни... Подала заявку... Я думала, конкурс вообще его даже проводить... Наверное, не будет... Три года нет... Что тут проведут, что ли... Открыли заявки... И... Почти полгода не было вести вообще... Я уже все... Думаю... Ну, не будет... Ладно, не будет... Наверное, не прошла... Вот... А потом мне Маратара звонит... Еще вечером... Все... Списки объявили... Ты первая там в списке стоишь... Ты, оказывается, прошла... Там всего лишь 20 участников... Из 500 заявок... 20 участников со всего Казахстана... Я понять... Ну, как это прошло... Мне ничего не присылали... Говорю... Мне присылают списки... Я так была счастлива... Что уже через месяц я уже... Поеду в Алмату и буду вступать там... Участвовать в конкурсе... Это... Предел мечтаний был на тот момент... А сейчас я уже прошла этот этап... И... Это классно... Я чуть-чуть добавлю... Вот... На самом деле... Чем отличается конкур Жасханат от других конкурсов... Тем, что... Здесь... Над тобой работает целая команда... То есть, если в других конкурсах приехал... Допустим... Конкурсные дни отработал... Отпел... Там... Завоевал что-то или нет... Допустим... Да... И уехал... А здесь нет... Это... Заранее приезжаешь... Над тобой работаешь... Из себя делают артисты... То есть... Прежде чем выступить на конкурсе... Ты должен пройти какие-то определенные мероприятия... То есть, ты участвуешь в каких-то проектах... Каких-то передачах... Съемки... Делают съемки... Там где-то... Куда-то выезжают... То есть... Делают такой вот праздник целый... Где вот... Конкурсанты становятся ближе друг к другу... Становятся одной большой дружной семьей... Творческой... И... Из них... Вот я как повторюсь... Работает команда... И из них делают настоящих вот... Артистов... Готовят их к этому... То есть, отбирают, конечно, самых-самых достойных... Да... Марата... Ну и теперь ваша очередь наступила... Мы тоже ждем... Не дождемся... Вашей песни... Которую вы подарите сейчас... Всем нашим телезрителям... Так же... В честь Дня Города... Эта песня... Описанная вами... Да... Расскажите нам чуть-чуть... Десять лет назад я написал эту песню... Как я только что уже говорил... У каждого композитора есть... Песня о родной земле... И вот я вот решил написать... Эту песню... Посветить нашему родному городу... Песня... Называется... Эн қала... Слова написал мой друг... Поэт... Еркали Ахметов... Наш земляк... Күрметті жерлестер... Мерге ғытты болсын... Баршаңызға... Дендеріңізге сауылық... Котбастарыңызға... Бақытпен байлық деймін... Осы әнді қабылауыңыздар... Эн қала... Бақытпен байлық деймін... Сендегі ғашықтық... Аң сатқан талайды... Оналар саған кеп... Атызын салдырған... Тарихтың көшінде... Есім мәңгі қалдырған... Бола шақпет алған... Баталы ұлқызың... Асқақтатар атыңды... Қабыл болқмаларман... Шарқырап жұлдызың... Әуілетсің танқыңды... Өзіңсің асыл өнер... Сарқылмайтын болағы... Шалқып ақан жайықтың... Сәне менен... Мәл өзі... Жақты желі күлмеккен... Шежірелі жүрмеккен... Шарқырай бер көркен... Ора... Жел біреп өзімде... Достықтың байрағы... Қүлгенген шақарсын... Қалқы бар жайдарылы... Жайықтың жағасы... Әрленені өзіңен... Әр қазақ баласы... Әр алар тек өзіңен... Ола шақпет алған... Бақталы оқызың... Асқақта тар атыңды... Қабыл болмолар ма... Шарқырап жұлдызың... Әуілетсіңдан қыңды... Өзіңсің асыл өнер... Сарқылмайтың болығы... Қалқы баққан жайықтың... Сәні менен... Мәл өзің... Жасыл желі күлмекен... Шежірелі жүрмекен... Шарқырай бір көркем ора... Әуілетсіңдан қыңды... Өзіңсің асыл өнер... Сарқылмайтың болығы... Қабыл болмолар ма... Шарқырап жұлдызың... Әуілетсіңдан қыңды... Өзіңсің асыл өнер... Сарқылмайтың болығы... Шарқы баққан жайыппың... Сәні менен... Мәл өзің... Жасыл желі күлмекен... Шежірелі жүрмекен... Шарқырай бір көркем ора... Боға шаппет алған... Барталы оқызың... Асқақта тар атыңды... Қабыл болмолар ма... Шарқырап жұлдызың... Әуілетсіңдан қыңды... Өзіңсің асыл өнер... Сарқылмайтың болығы... Шалқы баққан жайыппың... Сәні менен... Мәл өзің... Жасыл желі күлмекен... Шежірелі жүрмекен... Шарықтай бір көркем ора... Шарқтай бір көркем ора... Шарқтай бір көркем ора... Өз днем городом... Хочем пожелать... Семейного благополучия, Счастья в каждом доме! Пусть цветет и процветает... После музыкальной композиции мы продолжим нашу передачу. Оставайтесь на нашем канале, не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Мы продолжаем нашу передачу Куншуах в прямом эфире. У нас остается буквально 6 минут до окончания передачи. И хотелось бы еще задать такой вопрос. Вы чувствуете сами энергию зрительного зала? Она важна для вас или полностью сосредотачиваетесь на своем образе или песне, когда выступаете перед публикой? Даже сейчас, выступая вот у нас на передаче, конечно, сложно почувствовать энергию телезрителей, но, наверное, вы тоже почувствовали. Одно дело выступать на сцене, когда вы слышите аплодисменты, овации, крики «Браво!» Ну, а вот в этом случае как? Все равно, наверное, чувствуете какую-то связь, взаимобмен с нашими зрителями? Само то, что мы сейчас сидим в прямом эфире, это, конечно же, и волнение, и ответственность большая. Вот поэтому присутствие зрителя – это очень важно. Оно дает дополнительные, ну, как сказать, вот, допустим, ты на репетиции стоишь в зале, да, поешь, пустой зал, да, репетируешь. Это одно. А когда полный зал, овации, тебя слушают, ты получаешь массу энергетики, вот, и воплощаешься, тебе зрители дают дополнительный драйв, дополнительное вдохновение, вот. И это, во-первых, помогает, вдохновляешься, и, ну, как сказать, без зрителей это невозможно просто, потому что для них работаешь. И когда ты выступаешь, я всегда вот своим ученикам говорю, нужно донести то, что ты воспроизводишь, то, что ты поешь, то есть путем своего сердца, перенести всю драматургию исполнения сердцам своих слушателей. Если ты это сделал, то ты, считай, победил. Вы прекрасно справляетесь с этим, я думаю, что сейчас мы почувствуем еще раз эту энергетику от нашей очаровательной Аружан. Пожалуйста, ваш выход, мы знаем, что вы подготовили еще один музыкальный сюрприз для наших телезрителей. Какая-то песня сейчас прозвучит для всех. Песня про нашу родину, про Казахстан, называется «Казахм». Вот. Сейчас. Байка. Девушки отдыхают 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 Девушки отдыхают